всем добрый день сегодня я решил протестировать сухое горючее разных производителей и секрет что они все таблетки разного размера разного веса ну и скорее всего разные по теплоотдаче это я решил проверить меня сейчас сухое горючее 6 производителей современных в том числе советское нашел горючее своего деда ему минимум лет 30 наверное тут вот и по-русски написано кстати она была видимо еще и на экспорт сделано на каком-то языке написано чешский может быть еще какой-то цена 3 копейки вот его заодно посмотрим как она сохранилась как она горит тестировать будем следующим образом вот котелок армейский обыкновенный налито вода примерно литр главное одинаковое количество воды наливать сейчас буду замерять температуру начальную и насколько сухое горючее за время горения одной таблетки нагреет это количество воды начальная температура у нас 10 градусов сейчас поджигаем таблетку и смотрим по окончании горения сколько будет температура ну и первым нашем опыте будет сухое горючее следопыт таких разовых упаковках очень удобно не боишься что уже намочишь что-то еще хотя влага ему по моему по барабану но тем не менее очень удобно таблетки достаточно большие скорее всего будет дольше всех гореть проверим а 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 засекать буду и время горения и температуру измерять по окончании горения все таблеточка догорает сейчас будем измерять температуру до которой нагрелась вода в котелке так измеряем температуру до которой нагрелась вода за время горения таблетки следопыт 49 градусов следующем нашем тесте будет сухой горючий следопыт только уже в другой упаковке такой вот он тоже таблетки они вот такие уже с выемкой думаю гореть должны они быстрее тепла соответственно давать меньше 5 в котелке холодная вода поджигаем и ждем как его правильно тоже положите фиг знает так или это уже так все можно сказать что потухла смиряем температуру 33 градуса 33 с половиной 33 будем считать следующее сухое горючино испытание будет такое фирма рунис выпускает тоже конечно таблетки кстати вот время горения заявлены от 9 до 14 минут температура горения 900 градусов вот посмотрим по времени проверим температуру горения конечно мы не замерим хорошо все так вот 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 53 градуса следующим сухим горючим для испытания будет вот такое сухое горючее стартер огня называется выпускает фирма сибирская равнина новосибирск попробуем мужка тут какая-то отрывается вместе с бумажкой как-то что-то не оторвалась я думаю бумага не помешает все можно сказать опять догорело сейчас будем будем измерять что у нас получится пятьдесят три градуса одинаково как с предыдущей теперь попробуем вот такое сухое горючее зажигайка выпускает а та же самая фирма новосибирск сибирская равнина наверное результат такой же был уж раз начали тогда надо пробовать все трещит как-то все лопается вот и зажигайка догорела сейчас будем проверять сейчас будем проверять сейчас будем проверять ого 66 градусов похоже рекорд пока ну и последний герой на сегодня это сухое горючее советское с ней наверно герой уже прошлого времени таблетка маленькая наверное она быстро прогорит толком ничего не нагреет что она вообще не ударит он как новенькая никогда так не делайте особенно пальцами вот теперь посмотрим насколько сухое горючее советское нагрево думаю меньше всех должно получиться да на самом деле 32 градуса 31 с половиной так что современное горючее все таки получше будет на этом наше тестирование закончено и можно подвести итоги победителем теста становится сухое горючее зажигайка которая горела 18 минут и 10 секунд и нагрела воду до 66 градусов победила она мне кажется больше всего из-за своего веса 21 грамм масса таблетки поэтому чем она больше тем она дольше соответственно и горела но тем не менее так на втором месте у нас получается ну почти одинаково стартер огня и сухое горючее рунис то есть они горели примерно одинаково одно 15 минут вот это 15 минут горело это горело у нас 15 минут 40 секунд почти одинаковые таблетки даже по диаметру по весу горело тоже одинаково воду они нагрели тоже одинаково 53 градуса поэтому они абсолютно равноценны четвертое место остается сухому горючему следопыт горело 14 минут нагрела воду до 49 градусов ну и таблеточки 15 грамм всего вот масса 15 грамм то время как у сожигайки 21 да вот отсюда и разница скорее всего ну и хуже всех у нас выступили одинаково плохо следопыт в этой упаковочке смотрю с маленькими своими таблетками кстати на упаковке даже не указано такая масса каждой таблетки просто идет масса всей упаковки 80 грамм масса таблеток не указаны в общем и она и вот наша советская гриль одинаково плохо практически в секунду в секунду это это 11 25 это 11 35 10 секунд разница воду нагрели тоже с градусом всего в разницу так что хуже всех вот и думаете теперь что с собой брать поход какой из этих горючий в принципе развести костер там погреться в палатке зимой можно любым просто понятно что 10 таблеток зажигайки будут гореть гораздо дольше чем 10 таблеток того же например вот стартер огня или 10 вот таких упаковок ну и по объему да или 10 упаковок у таких с собой брать или одну такую взял и все и незаботный хлопот очень надеюсь что кому-то помог этим экспериментом чтобы не получилось так что вы отправитесь куда-то в горы возьмете с собой такую упаковку вам ее ровным счетом ни на что не хватит не подогреть не не обогреться то есть куда тогда недалеко да можно брать и такое горючее но вот если на какие-то серьезные уже походы то не стоит лично я сам всегда пользуюсь сухим горючим у меня всегда лежит она либо в рюкзаке либо в ящике в зимнем рыболовном и самое что мне в нем нравится я о нем не думаю то есть я его положил и забыл я знаю что она всегда у меня есть всегда в любых условиях я разведу и костер если надо обогреть если надо будет даже что-то можно подогреть не надо думать замерзнет она не замерзнет хоть в 30 градусов хоть в 40 взорвется она там на солнышке не взорвется то есть никаких забот хлопот как с газом вообще взял положил и забыл знаю что у тебя всегда есть нз которая выручит тебя в любой минуту ну и на этом все увидимся на канале до новых встреч спасибо что смотрели надеюсь что кому-то оказался полезным до свидания